Приветствую. Меня зовут Константин Игначук. И если вы смотрите это видео, значит вы на ютюбе телеканала ICTV. Здесь много информационных сюжетов и программ, аналитики и интервью. Подписывайтесь на наш телеканал, ставьте лайки и не забудьте оставлять комментарии под нашими сюжетами. Вот уже девятый год необъявленной войны России против Украины и четвертый месяц полномасштабного вторжения. Зверства, которые учиняют российские войска на оккупированных территориях, шокируют. Люди по всему миру призывают свои правительства помочь Украине выстоять и победить. Но в последнее время все чаще звучат голоса, призывающие украинцев не сопротивляться. Италия подготовила проект мирного договора, который более похож на план капитуляции. Германия задерживает поставки уже обещанного вооружения, а президент Франции Эммануэль Макрон прямо призывает не унижать Россию. Здравствуйте, меня зовут Константин Игначук и сегодня попытаемся разобраться, почему так называемая Старая Европа пытается сохранить лицо российскому диктатору. А помогут мне в этом аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андрес Умланд, политолог, глава правления Центра практических политических исследований Пента Владимир Фасенко и военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. И начнем мы с обсуждения визитов Киев лидеров Германии, Франции и Италии, стран, занимающих наиболее сдержанную позицию по отношению к России. Как вы думаете, почему Шольц, Макрон и Драги решили посетить Киев? Это хороший знак, это все-таки три самые большие экономики Европейского Союза и это тоже представители тех стран, с которыми Владимир Путин 20 лет тому назад имел особенно тесные отношения. В частности, он тогда имел такие своего рода политические дружбы с Джаком Шираком, бывшим президентом, с Сильвио Берлускони, бывшим премьер-министром Италии, и с Герхардом Шрёдером, бывшим канцлером Германии. И тогда была вот такая, вот эти четверо, они как бы имели такие особые отношения. И на этом фоне можно только приветствовать, что сейчас вот будет такой визит именно этих лидеров, именно этих трех стран Украины. У этого визита три цели. Первая цель, во-первых, согласовать позиции, найти все необходимые компромиссы относительно предоставления Украине статуса кандидатов в члены ЕС. Вот это цель номер один, потому что как раз сразу после этого визита Еврокомиссия будет рассматривать этот вопрос. А три страны, лидеры которых приезжают в Киев, Германия, Франция, Италия, это на сегодня три самые влиятельные страны в Евросоюзе. А потом окончательное решение будет приниматься Европейским Советом, саммитом лидеров стран ЕС. И опять-таки позиция этих трех стран может быть решающей, потому что требуется положительное решение всех стран ЕС. Поэтому вот три самые влиятельные страны Евросоюза будут иметь, конечно же, большое влияние. В принципе, они достаточно позитивно относятся к предоставлению Украине статуса кандидатов в члены ЕС, хотя со своими оговорками, замечаниями, предостережениями. Вторая тема, которая неизбежно будет обсуждаться, хотя для ее решения именно сегодня нет никаких предпосылок. Это вопрос мирного переговорного выхода из войны между Россией и Украиной. Все три страны являются сторонниками вот такого мирного сценария. В частности, Италия согласовала, до виния не согласовала, Италия, премьер-министр Италии Драги представил свой мирный план. У нас к нему отношение неоднозначное, у многих даже критичное. Но обращу внимание, речь не идет о всеобъемлющем мире. Речь идет о, возможно, прекращении огня. И в том числе, как один из элементов мирного урегулирования, это гарантирование Украины перспективы членства в Евросоюзе. Речь не идет об отказе Украины от оккупированных территорий. Речь идет о том, что этот вопрос откладывается. Он может быть предметом переговоров. Это можно называть чем-то похожим на Минск-3. И это, конечно, вызывает критическую реакцию. На сегодня, на мой взгляд, перспектив договориться о каком-то конкретном мирном плане, их просто нет. И не потому, что Украина против. Россия сейчас не пойдет даже на прекращение огня. Даже на прекращение огня. И надо на пальцах объяснить, извините за вот этот сленг, на пальцах объяснить лидерам трех влиятельных европейских стран, что на сегодня, на данный момент проблема в Путине. Любые попытки компромиссов с Путиным, предложения Путину компромиссов, будут восприниматься им как слабость. Как слабость Европы, как проявление слабости этих трех стран. И он будет требовать большего. Во-вторых, Россия сейчас не готова к мирным компромиссам. Они хотят военным путем расширить зону оккупации на территории Украины. Они будут стремиться идти дальше. И предложения Путину пойти на какие-то компромиссы будут сейчас восприниматься именно как проявление слабости. Будет только усиливать агрессию Путина. А вот в связи с этим третий вопрос, который тоже будет обсуждаться, скорее, со стороны Украины. Это, скажем так, проблемы, замедление, проволочки с поставками оружия Украины. И здесь тоже надо буквально на пальцах объяснить. Чем дольше будут задержки в поставках оружия Украины, тем меньше шансов будет на мир. И тем больше будет погибших людей, тем больше будет риск новой волны беженцев и будет риск затягивания войны. На мой взгляд, они будут прощупывать почву для переговорного процесса между Украиной и Россией. Почему? Потому что все три страны, точнее, все три лидера этих стран склоняются к политике, на мой взгляд, склоняются к политике умиротворения российского агресса. Не будут ли эти лидеры пытаться склонить киевскую власть к капитуляции в войне? Ну, я тоже несколько опасаюсь, что там есть, наверное, какие-то предложения или идеи у этой тройки, которые они будут там продвигать в Киеве. Я бы был более спокоен, если бы это была, скажем, та тройка, которая во время Евромайдана приехала, представители Франции, Германии и Польши. Тогда бы я был чуть более спокойный. Но, с другой стороны, конечно, они не будут продвигать какую-то капитуляцию. Там может зайти разговор о том, может быть, готово. Вот я думаю, они это будут спрашивать Зеленского. Вот как далеко Зеленский может пойти, насколько он может в предполагаемых переговорах пойти на какие-то уступки. Я надеюсь, что этим вопросом это все и закончится. Они боятся затягивания войны. Вот в чем главная проблема. Боятся затягивания войны. Поэтому чисто тактически, исходя именно из этого страха и Шольца, и Макрона, и Драги, что война может затянуться на непределенный срок, а это будет означать затягивание нынешних экономических и политических проблем и для Европейского Союза, и для трех стран Европейского Союза, им надо объяснить, вы хотите быстрейшего окончания войны? Вы хотите, чтобы Путин пошел на компромиссы? Вот для этого необходимо предоставить Украине как можно быстрее и в больших объемах необходимое оружие. Они могут это не сразу воспринять, но украинская позиция здесь гибко, уважительно, без ультиматумов и оскорблений, без чрезмерной критики. Ее нужно донести. Это вопрос уже дипломатического искусства. Надо донести украинскую позицию и по Путину, и по оружию для Украины, так, чтобы они это восприняли. Зеленский способен предложить какие-то компромиссы, учитывая то, что украинское общество крайне радикализировано. Для нас нет компромисса в сегодняшней ситуации. Именно эта война лишила все стороны, на мой взгляд, компромисса. И Россия не может нам предложить компромисс. Россия может предложить только застолбить ту ситуацию, которая на сегодняшний день сложилась, что они и будут настаивать. А для нас компромиссов больше нет. Компромисс можно было где-то достигать до 23 февраля текущего года. Поэтому здесь ситуация очень, я бы сказал, такая, тупиковая. В плане, если мы раньше говорили, что у нас абсолютно противоположный взгляд на минские договоренности, то сегодня эти взгляды еще больше разошлись. Я тоже думаю, что у него-то, даже если бы он хотел, я не знаю, что он сам думает, но даже если бы он хотел, и я сомневаюсь, что он бы этого хотел, если бы он хотел пойти на какие-то большие уступки, это было бы невозможно. Ну, с другой стороны, наверное, придется, в принципе, в марте мы имели такую ситуацию, когда Украина была еще готова пойти на какие-то уступки касательно нейтралитета, переходного периода для Крыма и для этих бывших, так называемых ДНР, ЛНР. Там был такой момент, когда вот эти уступки, наверное, были возможны, но теперь это, я тоже думаю, что уже вот на фоне всего того, что случилось в оккупированных территориях, а именно случилось с мирными жителями, а не, может быть, не только и не столько с солдатами, на фоне этого, наверное, уже там уступки невозможны. — Могут ли Шольц, Макрон и Драги изменить свою позицию, побывав в Киеве? Я думаю, что их и в Буча отвезут, и в другие города, когда они увидят своими глазами то, что здесь происходило. — Я очень надеюсь, что посещение Украины, Киева, оно может эмоционально все-таки на них повлиять. Может быть, не сразу, но, как показывает опыт некоторых других европейских лидеров, шансы на это есть. — Вряд ли. Объясню, почему. Потому что, особенно во Франции, там довольно неплохая внешняя разведка, и они прекрасно знают обстановку, которая происходит в Украине. Плюс Шольц и Макрон регулярно общаются с Путиным. Поэтому они знают еще и другую сторону этой войны. И мы, кстати, не полностью владеем информацией, о чем они все-таки говорят. Мы ограничиваемся пресс-релизами, которые выкладывает их секретариат или канцелярия. А еще добавлю, что в той же самой Бучи, в Ирпине, в Орзеле работают жандармы французской полиции, которые помогают нам документировать преступления, совершенные российскими войсками. Так что уж кто-кто, а господин Макрон лучше всех знает, какие преступления, в каком объеме и с какой жестокостью совершила российская армия на территории Украины. И я думаю, что наверняка он своих партнеров ознакомил именно с этими материалами расследования. Поэтому для них это не будет, на мой взгляд, каким-то открытием или удивлением. Они все прекрасно понимают. Ну и теперь ключевые вопросы. Почему Старый Свет пытается адвокатировать Россию? И как должна закончиться война, чтобы установился устойчивый мир не только в Украине, но и во всей Европе? Почему лидеры Старой Европы так пытаются ублажить Путина, умиротворить его? В 2014 году то же самое говорили. Я помню прекрасно, когда в Украину приезжали дипломаты, политики из других стран, и все в один голос говорили, надо сохранить лицо Путину, тогда война будет закончена. Пытались это сделать. И первые и вторые минские соглашения были нацелены на то, чтобы сохранить лицо Путину. И что? Не получилось. Не удалось завершить войну. И вот, кстати, аналогия с Минском, с неудачей минских соглашений, об этом тоже надо говорить, чтобы не было иллюзии у трех европейских лидеров. Но есть еще одна причина, почему они говорят о необходимости сохранения лица для Путина. Дело в том, что они убеждены по разным причинам, что как бы война не закончилась и когда бы она не закончилась, все равно останется Путин. Понимаете, вот в чем проблема. Они исходят именно из этой посылки, что останется Путин, и с Путиным все равно придется договариваться. А раз с ним придется договариваться, значит, надо ему сохранять лицо, чтобы он все-таки был готов идти на какие-то компромиссы. И здесь, опять-таки, надо проводить параллели с тем, что уже было в истории. Путин ведет себя не так, как европейский лидер. Его не волнует сохранение лица. его волнует сила. Вот он исходит из императива силы. Поэтому ему надо демонстрировать силу. Если пытаться увлажать Путина и сохранять ему лицо, то в итоге он будет унижать других. Вот в чем дело. Будет унижать в том числе Европу, будет унижать Германию, Францию и Италию. А ему, извините, надо надавать по лицу. Не сохранять лицо, а надо надавать по лицу. Вот тогда он будет более сговорчив. Здесь не столько увлажить Путина или его умиротворить. Здесь боязнь нового миропорядка. Дело в том, что они умеют жить в мире, где главенствует Россия. И они понимают, что они с ней могут договориться. или думают во всяком случае так. Потому что так было до начала войны. Но они полностью не понимают и, на мой взгляд, сильно боятся мира, где победит Украина. Мы, как самая большая страна Европы и как страна, победившая в этой войне, мы можем, мы уже тогда, мы имеем, точнее, полное право на выставление своих условий в плане экономического, финансового и политического сотрудничества со странами Европейского Союза, со странами НАТО. И вообще это меняет наше положение на международной арене. Чем должна закончиться война для того, чтобы в Европе наступил стабильный и долгосрочный мир, и чтобы Украина чувствовала себя в безопасности? Это сложный вопрос. Там очень много сценарий возможных. Самое желаемое было бы, конечно, смена режима в России и смена внешнеполитической доктрины от империалистической к национальной и превращению России просто в национальное государство обычное. Это самое позитивное было бы развитие, но может быть все будет не так просто и придется еще воевать и для Запада придется вооружать Украину. Пока этот режим еще у власти, эта внешнеполитическая доктрина еще действует, которая сейчас в России, то Украине придется вооружаться и стать таким восточноевропейским Израилем, можно сказать, чтобы прожить этот период. Если мы говорим о долгосрочном мире, тогда это должен произойти развал Российской Федерации, ликвидация ее как цельного государственного образования. Потому что если останется хотя бы большая часть России и в том понимании, как она существует сегодня, то, поверьте, мир будет недолго. Россия будет делать все, чтобы возродиться и у нее единственный способ вернуть себе былую славу, это путем оружия, путем войны. И она именно это и будет делать. Она будет максимально милитаризироваться и максимально стараться вернуть себе статус хотя бы тот, который был до начала этой войны. Россия должна полностью проиграть. И вот вариант, который вы озвучили, распад России. Да, европейцев, часть европейцев и американцев это пугает. Как союза. А кто тогда будет контролировать ядерное оружие? Я напомню, в России сосредоточено самое большое число боеголов с ядерным оружием. Больше даже, чем в США. Это, конечно, пугает западных политиков, да, но это снимет риски восстановления Российской империи и продолжения через некоторое время войны против Украины и фактически против Запада. Вот, кстати, тоже им надо объяснять, что сценарий, который они сейчас предлагают, сценарий перемирия, условно, Минск-3, это сценарий, который не принесет мера. Получится повторение истории с Минском-1 и Минском-2. Да, может быть, даже будет такая ситуация, вот равновесие, вот если возникнет равновесие на фронте, и ни Украина, ни Россия не будет иметь шансов выиграть эту войну, то тогда, да, придется, наверное, договариваться о каком-то перемирии, но это перемирие не принесет мера. Через некоторое время Россия попытается возобновить войну. Вот это им тоже надо объяснять, опять-таки, ссылаясь на опыт, на печальный опыт Минска-1 и Минска-2. Поэтому победа над Россией, военная победа над Россией, когда Россия вынуждена будет уйти из Украины, и тогда это может повлиять на внутреннюю ситуацию в России. Дело в том, что для того, чтобы исчезла угроза войны со стороны путинской России, нужно, чтобы поменялась политическая система самой России, чтобы Россия через военное поражение прошла тот же путь, который в свое время прошла Германия и Япония. Путь работы над собственными ошибками. Надо из империи, из агрессивной милитаристской державы превратиться в нормальное национальное государство, которое будет сосредоточено на своем экономическом развитии, а не на военной экспансии. То есть, опять-таки, исторические примеры. Пример с той же самой Германии послевоенной. Но для этого необходимо добиться военного поражения России и внутренних политических изменений в России, а не исходить из этой ложной парадигмы, что Путин навечно. Ничего вечного не бывает. Какова вероятность того, что по результатам этой войны Россия может распасться? Все зависит от того, на какую степень разгрома российской армии мы нанесем на территорию Украины. И вот это может послужить триггером для того, чтобы в России начались внутренние процессы, которые приведут либо к революции, либо к гражданской войне, либо просто к, ну вот, как Советский Союз, это, можно сказать, нам всем повезло. Мы так проскочили мимо вооруженного противостояния и мирным путем разошлись каждая в свою сторону. Такой же вариант вполне возможен и в Российской Федерации. Итак, делаем выводы. Неправильно было бы говорить, что так называемая Старая Европа действует в интересах России. Однако политики Старого Света не верят ни в свои силы, ни в силы Украины. Они боятся затягивания войны, углубления экономического кризиса и наплыва беженцев. Однако, как мы уже убедились, для скорейшего разрешения этого кризиса и прекращения войны России против Украины нет другой альтернативы, кроме как разгрома на поле боя. Даже сейчас, имея ограниченные ресурсы, Украина успешно противостоит более сильному врагу. Поэтому ключ к стабильному миру в Европе это усиление санкций против России, поставки тяжелого вооружения Украине и полное освобождение оккупированных территорий. С вами был Константин Игначук. Всего доброго. Спасибо, что посмотрели это видео. Расскажите в комментарии, с кем еще бы вы хотели увидеть интервью. И не забудьте поддержать нас своим лайком. Игначук. Игначук. Игначук.